Всем привет! В эфире мировые новости в студии Ксения Петренко. Сегодня я подготовила для вас обзор самых актуальных событий из разных уголков России и мира. Вначале коротко о главных темах этого дня. В штате Висконсис в США полицейские застрелили подростка. Говорят, у него был пистолет. Была ли это ошибка или парень представлял угрозу обществу? Наша цель как нации – получать дешевую и чистую энергию от солнца, от наших ветров, от наших вод, от наших геотермальных ресурсов. Это создаст новые рабочие места и даст нам не только чистую, но и дешевую энергию для домов и компаний. Греция намерена отказаться от газа. Долго ли протянут греки на возобновляемых источниках энергии? И каково будет туристам в местных отелях, где ночью не горит свет? Я черпаю вдохновение из разных источников. Меня глубоко вдохновляют изобразительные искусства, а также литература. Данте Оруэл Олдас Хаксли. В Великобритании гуманоид создает портреты. Кому по душе бездушное машинописное искусство? Открывают выпуск новости о стрельбе в США, жертвой которой стал подросток и стихийных бедствиях в Боливии. В одном из городов Винсконсиса в США полицейские застрелили 17-летнего парня. У него в руках был пистолет. При этом он находился в машине и никому не угрожал. Сейчас стражи порядка проводят расследование, устанавливают, как в руках подростка оказалось оружие, но никакой другой конкретики не сообщают. Меж тем, это уже не первая в США история, когда полицейские открывают огонь по детям, не имея на то серьезных оснований. Например, в октябре 2013-го в Калифорнии застрелили 13-летнего мальчика, в руках которого был игрушечный автомат. Копы ссылались на то, что ребенок отказался по требованию полицейских бросить оружие, но не исключено, что мальчик просто испугался. Это не помешало сотрудникам полиции выпустить в ребенка с десяток пуль. В Боливии снова ЧП, опять связанная с непогодой. На этот раз в результате проливных дождей в столице Ла-Пасе обрушилась 30-метровая стена. Она рухнула прямо на жилые дома. Есть ли жертвы и пострадавшие, сейчас расскажем. На этих кадрах 30-метровая стена рушится на крыше жилых домов. Это Ла-Пас, фактическая столица Боливии. К счастью, пострадавших нет. То, что со стеной проблемы, успели заметить заранее. «Это происходило с 5.30 вечера. Стена оседала постепенно. Мы смогли эвакуировать снизу пять семей, 17 человек. Их дома ниже уровня дороги на 7 метров. Семьи следовали нашим инструкциям, и мы успели эвакуировать их до того, как стена рухнула». По словам чиновников, в обрушении виноваты проливные дожди, которые поливают высокогорный город в последние дни. «Чиновники пришли и сказали нам эвакуироваться. Они сказали нам взять вещи, поскольку знали ситуацию. Вчера днём было слышно движение земли, а вечером стена рухнула. Слава богу, люди ушли из домов. Нам было очень страшно. Никогда этого не забудем». В феврале Боливия сильно пострадала в результате наводнений и оползней, также вызванных проливными дождями. И непогода продолжает доставлять в регионе проблемы. За день до происшествия со стеной горную трассу, ведущую из Ла-Паса, завалило снегом. Автомобили просто не могли въехать в гору, из-за чего образовались пробки и опасная аварийная обстановка. Лесные ветра разве что не используют европейцы для того, чтобы продемонстрировать призрачную возможность отказа от газа и других ископаемых источников энергии. Это, конечно, ирония, ведь не всё так просто. Уголь использовать придётся. А власти Греции считают, что не только уголь, но и солнце необходимо задействовать в энергетике страны. Солнечная электростанция мощностью 204 мегаватта. Её открывает на севере Греции премьер-министр Кириакас Мицатакис. СЭС построила крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Греции – Хиленик Петролиум. Электроэнергии обеспечат 75 тысяч дамов. К энергосистеме страны станция подключится в ближайшие недели. «Наша цель как нации – получать дешёвую и чистую энергию от солнца, от наших ветров, от наших вод, от наших геотермальных ресурсов. Это создаст новые рабочие места и даст нам не только чистую, но и дешёвую энергию для домов и компаний». Впрочем, премьер-министр отмечает, что стране одновременно придётся увеличить добычу угля. По его словам, это проблема всей Европы, не только Греции. «Да, в последующие два года будет логично увеличить объём выработки энергии на угле, увеличив его добычу на 50%. Так мы сократим зависимость от газа. Но это временно». К 2030 году страна планирует увеличить долю зелёной энергии до 35%. А в 2020 она превзошла промежуточную цель, достигнув почти 22%. При этом 40% своих годовых потребностей страна вырабатывает за счёт российского газа. Раньше основным источником энергии в Греции был уголь. Теперь его доля незначительна. Полностью отказаться от этого ископаемого топлива страна планировала до 2028 года. Однако теперь, возможно, пересмотрит свои планы. В Нигерии настоящее противостояние местных фермеров, владельцев банановых плантаций и обезьян. Дошло всё до того, что популяция приматов существенно сократилась, поставив конкретный вид на грань выживания. Смотрите подробности. Обезьяна по кличке Сахарок Рэй наслаждается спокойной старостью в заповеднике на юге Нигерии. Но жизнь самца едва не оборвалась в младенчестве. 20 лет назад он потерял маму, а сам остался без левой ноги. Так закончилась встреча с охотником. Спасли малыша сотрудники заповедника Ранчо Дрилов. Дрилы – это редкий вид обезьян. Сахарок Рэй также принадлежит ему. «В дикой природе их не осталось и тысячи. В этом виновна деятельность человека. Нелегальная вырубка леса, охота и незаконное сельское хозяйство». Заповедник основали 30 лет назад. Сейчас здесь живут 600 дрилов. Обезьян охраняют рейнджеры, такие как Питер Эдди. Он патрулирует лес по ночам и попутно убирает ловушки, расставленные фермерами. «Раньше я на них охотился, но потом понял, насколько важно сохранить животных, и перестал охотиться. Я работаю здесь, чтобы сохранить этих обезьян и любых других редких животных. Это очень важно для будущих поколений». В этом районе многие переключились с охотой на сельское хозяйство. Но опасность для обезьян сохраняется. Большинство фермеров не прощают диким животным разорение плантаций. «Для некоторых фермеров это привычное дело. Те, у кого осталось оружие, увидев обезьян, убивают их. Но у меня нет пистолета. Поэтому обезьяны продолжают есть мои бананы». В дикой природе дрилы встречаются только в Нигерии, Камеруне и Экваториальной Гвинеи. В нигерийском заповеднике планируют выпускать обезьян в неохраняемые леса. Но для этого надо дождаться увеличения популяции. Она изготовлена из искусственных материалов и оснащена искусственным интеллектом. Однако это не мешает ей создавать настоящие шедевры живописи. В Великобритании робот-гуманоид пишет картины. Как же это удается и не опасно ли отдавать на откуп роботам сферу искусства? Знакомьтесь с гуманоидом по имени Айда. Создатели говорят, что это первый гуманоид-художник. Его построили в 2019 году. Он оснащён роботизированной рукой, которая позволяет использовать кисть и палитру. В глаза встроены камеры, которые делают снимок человека. Пока рисунки Айды не очень чёткие. Краски смешивать она ещё не умеет. Делает просто отдельные точки, которые объединяются в портрет. Уникальность в том, что робот оснащён искусственным интеллектом. То есть два одинаковых портрета одного и того же человека будут выглядеть по-разному. «Я черпаю вдохновение из разных источников. Меня глубоко вдохновляют изобразительные искусства, а также литература. Данте Оруэл Олдос Хаксли». На создание портрета у неё уходит от 45 минут до одного часа. На более масштабные картины потребуется около пяти часов. Над проектом трудилась команда из 30 человек. А возглавил её владелец художественной галереи Айдан Меллер. «Айда создаёт искусство, но это немного беспокоит. Есть что-то неправильное в том, что она художник-робот. В этом весь смысл проекта. Но что здесь не так? Почему это не работает? Приходите и посмотрите на её работы и попробуйте разобраться». Конечная цель проекта – начать дискуссию не только об искусственном интеллекте, но и о технологиях в целом, а также об искусстве и его размытых границах. «Люди часто спрашивают, вы что, продвигаете искусственный интеллект и роботов? На самом деле нет. Мы используем их как инструмент для поиска ответов на этические и философские вопросы». Ну а Айда тем временем продаёт свои работы. Уже скоро она отправится в Италию, где покажет свои творения на венецианском биеннале. Может быть, когда-нибудь работы художника-гуманоида будут стоить баснословных денег. И на аукционе на них можно будет неплохо заработать. Но пока же миллионы евро просят за рисунок Микеланджело. Найдётся ли ценитель прекрасного, готовый распрощаться с 30 миллионами евро? 30 миллионов евро. Такой будет стартовая цена этого ранее неизвестного рисунка Микеланджело на аукционе в Париже. В 1907 году его продали как работа учеников великого художника. Потом о рисунке надолго забыли. Однако в 2019-м специалист аукционного дома Кристис признал набросок одним из произведений искусства Микеланджело. Позже это подтвердил профессор истории искусств Кембридзского университета. Этот рисунок – одно из самых захватывающих открытий в области работ старых мастеров за долгое время. Микеланджело нарисовал его в возрасте примерно 20 лет. В то время он жил во Флоренции, в своём родном городе. Рисунок датируется концом 15 века. На нём изображена часть сцены с фрески крещения неофитов, написанной мастером флорентийской школы Мазачо. Изображение человеческого тела стало очень важной частью творчества Микеланджело, что проявляется как в скульптурах, можно вспомнить статую Давида во Флоренции, так и во многих фигурах, которые он нарисовал в Сикстинской капелле. Этот рисунок – одна из немногих работ Микеланджело, находящихся в частных коллекциях. Считается, что их менее десяти. Ранее работа была объявлена национальным достоянием Франции. Это запрещало её вывоз из страны в течение 30 месяцев. Недавно французское правительство отменило ограничения. Так что теперь рисунок сможет купить коллекционер из любой страны. Работу Микеланджело сначала выставят на обозрение публики в Нью-Йорке и Гонконге. А 18 мая она уйдёт с молотка в Париже. И напоследок ошибка стоимостью 10 миллионов долларов произошла с жительницей Калифорнии. Она решила купить лотерейный билет, оплатила его и почти все числа отметила в выбранном игровом поле, кроме одного. В этот момент с ней столкнулся другой посетитель магазина. Произошло это чисто случайно. И женщина по инерции отметила в купоне другое число, нежели планировала. И в итоге именно эта комбинация и сыграла. Женщина сорвала джекпот. Вот она цена ошибки и настоящее везение. На этом у меня на сегодня всё. Следите за обновлениями в наших социальных сетях, ютуб и телеграм-каналах. Там есть много интересного. Адреса и ссылки на ваших экранах. Ну а я, Ксения Петренко, прощаюсь с вами. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!